Классическая осенняя волна роста острых респираторных заболеваний в этом году находится под особым вниманием. Параллельно с гриппом и ОРВИ у пациентов диагностируют и коронавирус. Во время прямой линии главы республики министр здравоохранения Михаила Хлопков отметил, что умеренный рост заболевших – ожидаемая ситуация, а пик второй волны должен ожидаться с ноября по декабрь. Министр обратился к гражданам республики с просьбой не приходить самостоятельно в поликлиники при появлении симптомов вирусной инфекции, а вызывать врача и уточнил, что в скором времени будет введено дистанционное медицинское обслуживание граждан, находящихся в зоне риска. И уже с понедельника с помощью волонтеров мы тоже приступаем к дистанционному распределению лекарственных препаратов. Дело в том, что при первой волне дистанционное распределение лекарственных препаратов – это было только в части льготников. То есть сейчас мы уже прорабатываем возраст старше 50 лет и, возможно, дети. Уделили внимание соблюдению предписанных мер безопасности предпринимателями, а также работниками сферы туризма и общепита. Глава Карелии поручил премьер-министру правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрию Родионову провести проверки предприятий. Предприниматели, которые нарушают ограничительные меры, лишатся государственной поддержки, введенной для бизнеса в период пандемии COVID-19. Если предприятие было замечено в вопросах нарушения противоэкономических правил, оно не имеет права на меры государственной поддержки. И будут получать меры поддержки больше те, кто считает способным себя, возможно, необходимым делать все, чтобы действительно экономика не остановилась опять. Масочные режимы соблюдения социальной дистанции остаются обязательными для всех граждан республики. Кроме того, Минздрав Карелии настоятельно рекомендует всем привиться от гриппа, а также сделать прививку от пневмокока гражданам старше 40 лет. Это необходимо, чтобы снизить поток заболевших этими инфекциями и уменьшить риски летальных исходов в случае заражения коронавирусной инфекцией. Что касается вакцины от самого COVID-19, она уже поступила в республику и в ближайшее время будет протестирована медицинскими работниками, давшими свое согласие. Мы их пронаблюдаем. Они стоят у нас на федеральном портале мониторинга. В последующем, если они все это очень хорошо перенесут, это идет уже по всей России, мы получим уже вторую партию вакцин, это где-то примерно более 500. Потом в последующем, где-то ближе к декабрю, мы получим уже, по всей видимости, для населения. Как заявил Артур Парфенчиков, на данный момент правительство не планирует вводить жесткие ограничительные меры, но уточнил, ответственность за стабильную эпидемиологическую обстановку лежит на каждом жителе республики. Анна Касьянова, Александр Борисов, Служба новостей.